добрый день дорогие зрители канала искусственный интеллект для домохозяек гости канала вновь подписавшиеся рада вас приветствовать сегодня у нас в гостях президент русского космического общества гапонов алексей алексеевич здравствуйте здравствуйте ирина константиновна здравствуйте друзья да вы знаете наверное мои дорогие подписчики что я состою активным членом русского космического общества и в канаде и в северной америке но вот мы представляем так сказать часть того десанта того той команды которая находится за рубежом но представляет деятельность в меру нашего разумения в меру нашей возможности и вот вчера мы с алексеем алексеевичем встретились на всероссийской конференции 100 лет ссср которая проводил федеральный народный совет движения добра мечты и победы я знаю что алексей алексеевич там делал доклад но вот мне очень интересно вообще такая активная деятельность происходит сейчас в нашем отечестве и вот нам если вы сможете осветить те моменты которые вы вчера рассказывали тем более год уходящий мы отчасти подводим итоги отчасти суммируем те изменения которые произошли с нами и происходят вот ваш взгляд на это будет очень интересным передаю микрофон вам благодарю вас до вчера прошла очень значимая конференция она была очень емкая насыщенная буквально с 10 утра до до 20 часов практически она шла была насыщена докладами сообщениями презентациями эта конференция сама по себе стала итоговой действительно потому что она подвела в итоге годовой работы федерального народного совета федеральный народный совет это очень интересная структура которая создана была при непосредственном нашем участии в 2020 году и это движение как бы сверху инициирование инициирующее движение снизу вот можно наверное так сказать я делал в том что ну вот попроще буду говорить сам я давно в походе вы знаете мы с вами работаем и я рассказывал вам о своем жизненном пути но в свое время мы достаточно занимались местным самоуправлением все что касается там территориального общественного самоуправления артелей кооперации ну вот территориальных ну вот того низового как бы вот общественного контура который на земле но времена были другие во-первых во вторых это было достаточно трудно делать в силу того что общество тотально разобщено общество предельно разорвано и И даже те инструменты, которые, в общем-то, есть для решения задач самоорганизации на Земле, они не работали. Ну вот, удивительным образом, в 2020 году инициативная группа, в которую пригласили и нас, мы со скепсисом сначала отнеслись к этому, как к любому движению сверху из недр государственного аппарата, предлагаемому, спускаемому. Но оказалось, что это не из недр аппарата, а с благословением. А вот в ядре стоят люди, которые, в частности, Бабичев Игорь Викторович и другие товарищи, которые взяли на себя смелость. Это государственные чиновники, но при этом чиновники-аппаратчики, не чиновники, входящие в какие-то политические партии. Хотя там есть несколько политических партий, и от «Единой России», и от «Справедливой» уже входят, поскольку это такая некая зонтичная структура, как мы говорим, надклассовая, надрелигиозная, над-нат-нат. И позволяющая соединить многие разные в одно целое на принципах солидарности, гармоничности и интегративности. То есть на принципах добра, мечты и победы. С декларациями можно познакомиться. Они достаточно, кстати, глубокие декларации, и мы туда приложили тоже свою руку. Но важна базовая идея. Базовая идея и его создание заключается в консолидации вот тех самых здоровых пассионарных сил общества, находящихся на территориях нашей страны, которые уже самоорганизуются в разные ассоциации, в разные объединения, в профсоюзы, в интернет-ректоральное общественное самоуправление, в кооперативы. Ну или отдельные активные граждане, которые не чуждо созидательные, именно созидательная деятельность. Сопротивляться, бороться, противостоять агрессии той инфернальности, которая нас окружает, безусловно, нужно. Но никакое сопротивление никогда не выигрывает войны. Войны выигрывают генеральные штабы, войны выигрывают стратегии, войны выигрывают тактики, вписанные в эти стратегии. Поэтому движение «Добра, мечты и победы» и Федеральный народный совет был затеян именно с этой задачей. И вот этот год подводили мы на этой конференции итоги. И на этой конференции мы фактически рассматривали... Там был большой блок теории, безусловно, и я там немножко лепту свою внес. Сейчас я об этом скажу, как назывался мой доклад. Ну и в основном там рассказывали о практике, о той практике, которая реализована за это время. А это и гуманитарная миссия, в том числе на Донбасс. Это и культурные проекты, это и образовательные инициативы. Ну достаточно много там всего. Мой доклад назывался «СССР и будущее солидарная Россия. Космизм цели». Ну, поскольку мы утверждаем в РКО, что без цели нет смысла, без смысла нет деятельности, то о цель в нашем случае мы говорим первично, и в данном случае мы говорим о цели Творца, или природы, или соэволюции, по-разному можно это называть. То есть той цели, которая выражена и проявлена в окружающей нас природе. Эту цель мы можем как определить? Мы ее можем определить, глядя за творение, мы можем определить ее, глядя за тем, как развивается живое от клетки до живого вещества всей биосферы нашей планеты. И вот видя этот направленный характер, направленный соэволюцией, понимая его как космисты языком тех столпов научной философской мысли, которые нам завещали сегодня провести в жизни свои научные открытия, прозрения, будь то Вернадский, Циолковский, Подолинский, Пауэр, перечислять можно бесконечно, Большаков наш любимый и родной Павис Георгиевич Казинцов и многие-многие другие, которые идеи космизма довели до максимальной степени конструктивизма. А мы с вами живем в чудесное время, когда все эти идеи, мы не то что имеем право, а мы имеем святую обязанность провести в жизни, потому что никто нам не препятствует, никто нам не мешает, нам, в отличие от большевиков, ничего не нужно разрушать, все уже разрушено до нас, нам нужно просто быть и действовать. Ну вот в двух словах, поэтому конференция очень хорошая, действительно, результаты ее мы опубликуем сейчас на сайте, и я думаю, что вы тоже поделитесь своими подписчиками, там будут и приняты резолюции, декларации. Кстати говоря, мы там вдохнули новую жизнь в наше движение «Семья Отечества», которое было тоже учреждено в 2020 году и которое потихонечку набирает обороты. Мы в фатальной демографической трагедии здесь находимся в России, и не знаю, какой там коэффициент вертильности в Канаде, но у нас 1,44, а 1,75 – это необратимое вырождение нации, а у нас уже 1,44. То есть, в принципе, история уже случилась, просто во времени она еще не пришла к нам. И будущее, которое нам еще предстоит избыть и преодолеть, оно очень тяжелое, это объективная реальность. С тем давлением демографическим, которое на нас сейчас оказывает Кавказ, Средняя Азия и так далее, растворяющийся славянский этнос, сегодня, конечно, является гигантской проблемой для целостности всей страны. Ну, это вот движение «Семья Отечества». И, собственно, вся работа по этой линии, она нацелена как раз на стремление преодолеть вот эту трагедию. Ну, и многие другие задачи мы решали на это. Вот интересно, вы сказали про Канаду, а я как раз тут нашла статистику, что в Канаде есть одна провинция, Квебек, которая себя относит к отдельному этносу, Квебекуа. И они сейчас обладают самым высоким процентом детей в семье. И мне было очень интересно, потому что у меня там обе дочери, и мы ездим туда, там есть 8 детей в семье, там 7 детей. То есть, ну, поколение вот наших девочек, 30-40 лет, они из таких больших семей. И оказалось, что когда английские провинции очень давили на Квебек, они приняли внутри Квебека такую идеологию, можно сказать, ну, идею, что не меньше пяти детей в семье. Для того, чтобы им выжить было в условиях вот этого англоговорящего мира, сохраниться и оставить за собой некие права принятия решений, и они живут по совершенно своим стандартам. Вот совершенно аноосферный подход. Ведь что такое аноосфера по Вернадскому? Это сфера разума. А разума – это соизмерение своей текущей деятельности с какими-то целями, задачами, принципами, законами, опять же, да, инвариантами, неизменными какими-то вещами для уверенного движения к намеченной цели. Вот у конкретного народа появилась конкретная цель – сохранить за собой пространство во времени для решения этой задачи, понимая, что мощность определяется, способность совершать работу единицы времени, а в динамике, соответственно, только через приумножение численности населения, и не только количественно, но и качественно, да, сохранение качественных параметров при увеличении количественных. Все, пожалуйста, нормальная задача. Вот аноосферное абсолютно племя. Вот это же нас тоже приводит к понятию вот «семья отечества», это, конечно, отношение мужского-женского. И я вот вчера, присутствуя в вашей конференции дистанционно, благодаря цифровым технологиям, мне было очень приятно слышать доклады женщин. То есть я, когда их слушала, я прям чувствовала, что вот то, что они говорят, я чувствовала, что через свою практику они это вербализируют, представляют. Вот именно мне более понятно, близко и выделяют болевые точки, очень, так сказать, соответственно, вот именно этому эмоционально-чувственному строю, который больше свойственен женщинам. И вот мне кажется, присутствие на других всяких мероприятиях, я все-таки вижу, что тотально представлены в информационном пространстве говорящие головы мужского плана. И вот мы с вами немножко это обсудили, что сейчас так быстро все перестраивается, чтобы нам уйти от этого рацио коммерческого, технократического. Все больше и больше надо полагаться, доверять, опираться вот на эту гармонию, когда душевная составляющая, чувственная, эмоциональная, она является, ну, каким-то достаточно серьезно представленным элементом в том, как принимаются решения, как проходят обсуждения. И мне кажется, вы мне когда-то высказали эту идею, что у мужчин сейчас доминирует женское материальное начало, и из-за этого цивилизация теряет, ну, устойчивость, можно сказать, потому что женщин вовлекают вот этот феминизм, эмансипацию и всяческими другими словами называя эти течения, но все приводит к одному и тому, что женщина не хочет рожать, и она не хочет брать на себя ответственность, уверяя за то, что она, ну, фактически чувствует себя ответственной, а на самом деле, мне кажется, что она чувствует, что ее не слышат, что ей надо говорить мужским голосом, одевать брюки, коротко стричься для того, чтобы попадать вот в эту мужскую цивилизацию технократии, рацию и коммерции. Вот как это вопрос с точки зрения ноосферы можно осветить? Спасибо. Да, благодарю. Ну, по поводу того, что на нашей конференции действительно представлены женщины-женщины, а не женщины-мужчины, вот вы на других конференциях, может быть, даже и не замечали, что там тоже женщины иногда бывают представлены, но только они не женщины. Они говорят языком мужским, они говорят языком вот того самого рацию, о котором вы говорите. И в этом смысле они, правильно вы говорите, с одной стороны, конкурируют с мужчиной на этой площадке, и вы ее даже не замечаете. Наши женщины, которые вчера выступали, а там были и доктора, и кандидаты наук, и депутаты Государственной Думы, и разные женщины. И вам правильно обратили внимание, это русские женщины, которые при этом, да, они вовлечены в интеллектуальную, творческую, научную деятельность, и даже политическую, но при этом они остаются женщинами в первую очередь. По поводу того, что вы сказали по поводу мужского и женского, и ноосферного подхода. Вообще уровень, вообще деградация цивилизации связана именно с этим. Именно с потерей двух этих экстрем, смешением их, смещением этих экстрем. И вообще любая деградация, ведь деградация, само слово деградация, это отсутствие градации. Градация – это всегда экстрема, это всегда напряжение. Напряжение, чем больше напряжения, вот мы сейчас с вами сидим, вы женщина-женщина, я мужчина-мужчина, между нами вон и скрип. Замечательно? Ну, прекрасно. Потому что два начала, мужское и женское, и они друг друга дополняют, они никогда не будут конкурировать. Когда мужчинка решил поконкурировать за прах земной с женщиной, а женщина и есть, ну, красавица наша, не обижайтесь, вы и есть. В том смысле, не то чтобы вы прах, вы материя, вы материя. Поэтому мать, материя, женщина – это все категория одного порядка, одного качества. А мужчина – это дух, небо. И если говорить о конкуренции неба с землей, то не может быть этой конкуренции. Но когда мужчина хочет биться за металл, он всегда проиграет женщине. Всегда проиграет женщине на ее площадке. Потому что за материальными мужчина биться не может. Мужчина может биться за идею, мужчина может биться за цель, мужчина может биться за мечту. А как только он падает на уровень материального, как только он начинает конкурировать с другими мужчинами-женщинами, мужчина-женщина, который ставит материальное выше духовного, по умолчанию. Вот для женщины нормально ставить. Я не принимаю женщину. Я не принимаю женщину. Нормально ставить. Потому что для материи важно продлиться во времени, в пространстве и времени. И поэтому для женщины, конечно… Почему женщины сейчас не рожают? Во-первых, они не чувствуют способности нести ответственность за этих детей. Потому что мужчина за них неответственность не несет. За кого? За женщин. Он же не берет ответственность за женщину. И, соответственно, не берет ответственность за ее детей. Перед кем? Перед Богом и людьми. Но поскольку он не берет, женщине приходится на своих плечах. Да, там кто-то как-то рождается, кто-то там в омут с головой. Где-то просто природа там сработает. Не предохранились. Ну, кого-то мы рожаем в каком-то количестве. Но в целом… Почему не происходит? Потому что нет мира, который бы стоял за мужчин. Мужчин, которые бы стояли за женщин, женщины, которые бы стояли за своих детей и несли ответственность перед своими мужчинами. Мужчины несли ответственность за своих женщин перед миром. А мир нес ответственность за будущих детей перед тем самым мужчиной. Поэтому вот такая вот конструкция, вот такая ноосфера. Но, еще раз говорю, русская цивилизация в этом мире. И, кстати говоря, русско-исламская в том числе цивилизация. Мы вот с вами разговаривали. Вы знаете, что мы сейчас были в командировке и приехали только что с Махачкалы, с Дагестана. И вот в Дагестане, когда я говорю там русско-исламская, русско-исламская цивилизация в корне отличается от исламской, западной, скажем так, цивилизации. Я не про ашиитов, суннитов. Я в целом о том, что здесь идет мощная ассимиляция. У нас наше православие, православная наша традиция. Я не о христианстве. Я о православной традиции как способ вообще восприятия мира. Где есть мужское, женское. Где есть там небо и земля. Есть материя и дух. Где есть любовь, доброта, вера, надежда. Вот все те качества, которые делают нас русским человеком. Так вот, в этом смысле, да, это мощный наш союзник. И у них, кстати говоря, в этом смысле большая на них тоже надежда. В части демографии, в части все-таки сохранения уровня фертильности. Но у них гигантская, поверьте, надежда на нас. Мы были там по линии русского космического общества, но обсуждали там как раз местное самоуправление, воспитание, образование. Там общественные советы, создание на территории. И к нам, на нас большая ответственность. То есть они на нас возглагают огромную ответственность. Как на государство, образующее ядро народа. Которое, в общем-то, несет обязанность за то, чтобы они, как окраины, как, я имею в виду, не даже географические окраины, а как вот периферия с точки зрения этнической, да, там какой-то культурной, относительно русской цивилизации, базовой, стержневой, без и вне этой цивилизации, конечно, будет раздрай и будет распад. Ну, это я долго так отвечаю, но я к тому, что главная трагедия современной цивилизации – это потеря как раз градиента вот этого, мужского и женского. И нам всеми силами нужно стремиться его восстанавливать. Ну вот спасибо, потому что, мне кажется, вот это восстановление этой гармонии, оно, в общем, может начинаться с каждого внутри нас. Для того, чтобы мы просто, ну, рефлексировали или отдавали себе отчет, когда мы себя ведем по женскому типу или по женскому энергиям или по мужскому. Вот это вот непрерывное внутреннее состояние, которое каждый из нас способен отследить и очистить от внешних накипи, которую нам все время информационная среда предлагает. Но я вижу, что молодых очень серьезно уже засасывают вот эти информационные големы, которые предлагают шаблоны чужих вот этой цивилизации, которые используют слово вот деградация, а мне приходит на ум слово гибридность, потому что гибридность – это серая зона. Это вот эта серая зона, где там биогибриды, кибергибриды, женско-мужские гибриды, вот там в Америке уже 72 разных пола предлагают, это постоянно навязывается. И это все время с точки зрения свободы. А вот если мы смотрим на человека, который уже попал в эту матрицу фактически, у нас получается колоссальный разрыв между тем взрослым поколением, которые понимают, что это нужно и важно дифференцировать, и они уже готовы отказаться от всех вот этих цифровых технологий. Я как цифровая бабушка, недавно присутствовала меня 40-40, пригласили на конференцию по поводу отрицания принятия закона, ну, собрания по поводу выражения несогласия. И я совершенно согласна, что этот закон неправомерен, неконституционален и не должен быть представлен вообще в принципе он незаконен. И как его проводят, и зачем его проводят, и кто его проводит. Но что интересно, мне мой сын предложил другой взгляд на то, что происходит с Минцифрой, потому что на этом собрании я конкретно слышала слова «давайте отменим Минцифру, нам не нужно это формирование, потому что оно проводит чужие интересы». Поговорив с молодыми, я вдруг выяснила, что Минцифра была единственным министерством, которые каждодневно поставляли сводки тех IT-специалистов, которых нельзя было мобилизовать, потому что они имели бронь. Никакое другое министерство не озаботилось тем, чтобы это делать, и были ошибки, ну, это все понятно. Но я просто хочу сказать, что вот деятельность этого министерства цифры, оно рассматривается настолько с разных сторон, и в том числе с точки зрения того, насколько нам нужны эти технологии. И многие старшие поколения считают, что мы без них проживем. Но я понимаю, что мы уже там все находимся. Вопрос теперь, как мы можем это повернуть и начать с помощью цифры наблюдать и мониторить тех, которые принимают решения для народа, от народа, во имя народа. То есть вот цифровая народная дружина, ну, я каким-то таким словом использую из старого лексикона. Вот насколько вы видите возможность использования цифры в том государственном аспекте для того, чтобы укреплять смыслы семьи? Вот то, о чем мы с вами говорим. Ну, смотрите, для меня цифра – это как математика. Математика – это плохо или хорошо? Она есть. Это жернова. Вот что в них насыпешь, так она и посчитает. И все. Математика – это просто метод. Цифра в данном случае – это метод. Это эффективный способ организации управления информацией и энергией. Еще до 24 февраля, до начала открытой фазы войны, горячей ее фазы, когда я говорю открытой горячей фазы, война не прекращалась ни в 45-м, ни в 18-м, ни в каком она году не превращалась. Война идет столетие уже, и война является базовым институтом, системообразующим институтом управления этой цивилизацией. Просто ее характер разный. Сегодня модно называть ее гибридной. Она не менялась никогда. Одни и те же методы. Если посмотреть на методы скрытой агрессии со времен Ветхого Завета, они не изменились. Так вот, я являюсь членом русской научной школы, стоя на плечах последнего генерального конструктора Советского Союза Побиско Георгиевича Кузнецова, который занимался разработкой систем жизнеобеспечения Советского Союза, лунной программы, который разработал уникальную и, по сути, не имеющую аналогов систему управления с выходом на цель спутник «Скалар». Американцы ее воспроизвели, у них это называется паттерн. Кстати говоря, главной генеральной целью, которую они в целом достигли по миру, являлась та, которая подчиняла себе все остальные, являлась абсолютно, вернее, у них называлось это тотальное, социально-экономическое доминирование. Или военно-политическое, по-другому говоря. Так вот, являясь наследником вот этих титанов, и Бориса Евгеньевича Большакова, конечно, для меня управление – это функция. А функция, она выражает цель. Если я оперирую категорией «цель», то эта функция есть категория динамическая. Я выстраиваю систему управления под ту цель, которую я перед собой ставлю. Вот мы в Русском космическом обществе поставили себе такую цель. Мы ее поставили в «Горизонте» в 1945 год, вычитали его, РКО-2045, как ту программу, которую мы определили до 1945 года. Пожалуйста, друзья, ознакомьтесь с ней. Это очень дерзкая, очень вызывающая, у кого-то что-то вызывающее цель. Это наша цель. И эта цель не высосана из пальца. Эта цель спроектирована. Это даже не образ будущего, в том смысле, как кто-то себе его представляет, экстраполируя какие-то тенденции и процессы на то будущее. Вот если экстраполировать тенденции и процессы нашего настоящего, включая современные, по-прежнему еще оккупационно-колониальные ошметки системы Российской Федерации, которые были выстроены после краха Советского Союза в 1991-1993 году. А почему я говорю о ошметке? Потому что, начиная с 24 февраля, все в корне меняется. Просто этот процесс действительно трудный и действительно ломкий. переплюсовать даже тех мимикрирующих манкуртов, которые в системе политической власти сегодня в России вдруг не успели дернуть за рубеж до 24 февраля, а теперь им проблематично и затруднительно. Это долгий процесс. Перековать эти мечи на орала. Но он идет. И с каждым днем специальной военно-политической, именно так мы ее называем, операции, этот процесс все необратимый и необратимый. А выходы два только из этого процесса. Либо мы становимся суверенной державой, устремленной в наосферно-космическое будущее, либо перестаем существовать. Но переставая существовать, мы перестанем существовать вместе как целое. Потому что, как сказал один ведущий политик современности, зачем такой мир, если в нем нет России? Но это не от того, что великая какая-то у меня там любовь к России, конечно, безусловно, абсолютная любовь у меня к нашей Родине, а просто как факт того, что только эта уникальная цивилизация сегодня является надеждой на то, что все-таки есть шанс. Я говорю цивилизация, а не государство Российской Федерации. Здесь не надо путать два этих понятия. Даже не надо путать понятие русской цивилизации и Россия. Потому что Россия так называемого демократического, либерально-демократического выбора, это точно никакого отношения к русской цивилизации не имеет. И это я все отвечаю на этот вопрос по поводу цифры. Так вот, будущее можно претерпевать, и тогда от него нужно бежать. Тогда нужно прятаться от цифры. А куда спрятаться от нее, если метавселенная? Прямо сейчас десятки тысяч программистов по всей планете сидят и работают над метавселенной. Можно сколько угодно запрещать минцифры, можно что угодно делать. А лицам, которые стоят за Швабом, за этим эффективным менеджером от четвертой промышленной революции, знают свое дело. И там люди стоят на очень серьезной теории. И эта теория, кстати говоря, была принята, она не с потолка свалилась в 70-е годы. Под этим подписались все, включая капитулировавшие, интеллектуально капитулирующие политическое руководство Советского Союза. Называется она «Систелл Балдевелопмент», устойчивое развитие в логике римского клуба, а за ним стоящих мальтузианцев и всей вот этой вот вакханалии. Это же что? Это стратегия, которая опирается на очень серьезную теорию. И наши интеллектуальные центры, я не имею в виду как раз Побиско и других, тот же Моисеев, кстати говоря, в свое время рассчитал, 14 миллиардов человек – это только плата насыщения. Какие там 7, 8, 10 миллиардов? А Побиско-Кузнецов в их расчетах вообще они выходили на 40, на 50 миллиардов. Это только планеты наши. А творческая мысль позволяет шагнуть дальше. Это только освоив сушу, воду, воздух нашей планеты, мы можем решать задачи за 40 миллиардов. Поэтому какой золотой миллиард? Это интеллектуальная импотенция. Но метавселенная, она про это, про то, чтобы человека загнать в ту самую капсулу матрицы, и чтобы он там сидел и генерировал эту энергию, получал массу удовольствий от своей пассивности, а за него все решали там сверхэффективные киборги-автоматы. Так вот, я заканчиваю ответ на этот вопрос. Минцифру надо брать под ноготь. Так же, как под ноготь надо брать любой институт государства российского сегодня в условиях специальной военно-политической операции, когда открытая фаза войны от любого чиновника требует осознать тот факт, что глупость отдельного человека – это его личное горе. А глупость чиновника или политика – это государственное преступление, особенно в военное время, потому что может быть использовано против страны воюющим противникам. И сегодня, вот вспоминая, оглядываясь недалеко в прошлое, на ковидобесе, которое недавно у нас накрыло всех, все о нем уже забыли. А 1,44 коэффициент фертильности, который Росстат нам показывает, не забыл об этом. Статистика не забыла этого. Она показывает, что этот удар, тотальный удар по нашему этническому ядру был нанесен в результате этой спецоперации глобальной. А я привожу ее только в пример. Почему она могла иметь место? А потому что мы входим в организации верхнего уровня международные, включая ВОЗ, включая МВФ, включая ВТО. И мы по-прежнему, оставаясь в контуре колониальной вот этой вот повестки, с более гигантскими усилиями в союзе, кстати говоря, с лицами, принимающими решения и взявшими для себя ответственность вырулить, попытаться эту ситуацию, ну вот эту задачу решаем. Поэтому без цифры нам не то, чтобы смерть, но дело в том, что для того, чтобы даже развернуть сейчас другую, альтернативную, в советское время разворачивавшуюся аналоговую логику и программирование, и управление, и так далее, и так далее. Слушайте, у нас разрушена вся промышленность. У нас даже цифру сегодня воспроизвести трудно, не то, чтобы запустить по новой всю логику, там, архитектуру программирования и управления. Поэтому сейчас надо просто сохраняться и брать под контроль эти институты. Благо, война нам это не то, что позволяет, она от нас этого требует. Чтобы сегодня на каждое решение, государственные ли думы, там, любого политика, мы смотрели именно через призму того, это нам позволит победить в этой войне, или это нам несет угрозы проигрыша. А я еще раз повторю, проигрыш в этой войне, и я еще раз сразу повторяюсь, мы не воюем с Украиной. Украина – это наш противник. Но у нашего противника в голове сидит враг. Он туда забрался посредством очень серьезных, специальных психических технологий. И поселившись в этой голове, да, в наших славянских головах, наших братьев-украинцев поселился враг. И вот с этим противником мы боремся. Но, конечно, война не закончится в Киеве, хотя она будет долгой. Война будет еще долго длиться. И дай бог, если нам, в принципе, удастся не победить, потому что, еще раз говорю, задачи, проблемы, накопленным итогом, очень масштабны. Спасибо. Ну вот действительно, то, что вы говорили от русской цивилизации, это именно ставит вопрос и проблему шире и позволяет использовать другие инструментарии, не только те, которые входят в российское государство. Поэтому мы вот с вами обсуждали уже вот это нравственно-смысловое управление для того, чтобы скорректировать и в том числе единение разных народов, живущих на территории текущей Российской Федерации. И вы правы в том смысле, что другие народы, а у нас 170, по-моему, или даже больше этносов и народностей живет на территории России, и все они смотрят на нас надеждой, но при этом, как и в Советском гимне у нас было, 15 республик сплотила навеки Великая Русь. Вот эта Русь сейчас, она всеми силами пытается как-то мобилизоваться и консолидироваться, но я сидя вот в Канаде наблюдаю, что каждая группа выходит со своей инициативой, со своим образом будущего, со своим идеологическим аспектом. И вот что мне интересно, если рассматривать как семью народов, но ведь в семье, вот у нас, например, в семье, у нас один зять католик, один зять англосакс, то есть у нас разные религии, но при этом вот эта этика семейных отношений, вот я все время думаю над тем, ну какие же должны быть правила общежития для того, чтобы у людей появился смысл, и вместо этого эффективного менеджмента, который меня на Западе все время удивлял тем, что мною руководили люди, не имеющие никакого аналитического и математического образования, они отвечали только за процесс, и процесс должен был приносить прибыль. Больше их никакие детали технических и профессиональных знаний совершенно не трогали и убирали одного начальника и ставили другого, который там английскую литературу, например, и поэтому не было возможности достигать результативности. Вот мне кажется, сейчас между нашей цивилизацией и технократической цивилизацией Запада видна такая сильная разбалансировка в том смысле, что мне кажется, у нас гораздо больше человеческого ресурса, который просто нужно сплотить, мобилизовать, направить и дать конкретную цель, но меньше материального ресурса, соответственно, и процессуального. А на Западе, ну, люди никогда не видели альтернативы. У них процессы прибыли, ну, это фактически 99% залога их успеха. Вот что вы видите как основу вот этих семейных новых взаимоотношений вокруг хронотопа, который у России, конечно, у Руси, самый большой, большой, длинный и исторический, ну, я бы сказала, еще извращенный очень многими теориями и классическими теориями, мешающие нам вспомнить нашу, ну, вот эту нашу суть, нашу бытийность, нашу антологичность, когда мы фактически можем стать волшебниками. Да, смотрите, значит, у нас действительно есть решение, слава богу, если бы мы были просто проектировщиками-фантазерами и мечтателями, это одно. Ну, это тоже, кстати, неплохо. Вот, но у нас, поскольку это все выстроено в достаточно, не только встроенную теорию, но самую конкретную практику, мы знаем, что делать, и я сейчас об этом расскажу. Хотя мы с вами уже об этом не раз говорили, но, может быть, кто-то не смотрел или подзабыл. Я сфокусирую на этом еще раз внимание, потому что единственный способ сегодня создать новую глобальную идентичность, все глобальные идентичности пали. Пали глобальные идентичности, не работают глобальные идентичности религиозные, не работают глобальные идентичности этнические, не работают. Они не работают, родовые даже не работают уже глобальной идентичности. Тогда нужно проектировать новую глобальную идентичность, подходить к этому инженерному. Такая идентичность будет называться «землянин», и вот эта новая глобальная идентичность имеет вполне себе технологическое выражение. Это творческая созидательная личность, библиотека высоких благородных качеств и нравственная личность, безусловно. А может быть, это абстракция, то, что я говорю, как создать такую личность? И вы знаете, что такая система создания такой личности есть. Кстати говоря, она теперь будет называться «О будущем», а раньше она называлась «Киноуроки в школах России и мира», и это утверждение о том, что искусство должно стоять на службе воспитания. И это формирование некой новой системы или среды, а управление средами – это уже кибернетика третьего уровня, это даже не управление сетями, которые вы любите, и мы любим тоже сетение. Так вот, формирование среды, в которой формируется целостная созидательная личность, библиотека высоких благородных качеств через труд, потому что качество формируется через предметную деятельность, где искусство формирует образ, воздействует на чувство, на эмоцию, а дальше через обсуждение, через проговаривание того или иного качества мы выходим на предметную деятельность, и эта предметная деятельность, это качество закрепляется, этот метод работает, и всех призываю, любого, кто посчитает, что мои слова легковесны, я предлагаю сначала запастись временем, ну, в интервале хотя бы часа три, хотя бы часа три своей энергии времени жизни, не листайте новости, не смотрите, что там кто-то сделал в этом мире еще, что вас лично не касается. То, что вас лично касается, это зайдите на сайт киноруки.орг, зарегистрируйтесь там в течение одной минуты, зайдите в раздел методика, как работает система, зайдите в раздел исследования, посмотрите, как это реально меняет психоэмоциональное и ценностное восприятие детей на примере тех исследований, которые проведены. А еще лучше, 20-30 минут посвятите просмотру одного-двух фильмов. Вот запомните фильмы, например, посмотрите «Лошадка для героя», или посмотрите фильм «Восьмое марта», или посмотрите какой-нибудь другой фильм на сайте, который вы найдете. Но поймите, что это не просто фильм, это методика, методическое пособие. Потому что к этому методическому пособию есть еще одно методическое пособие для педагогов, как работать с этим фильмом, как работать с детьми. Потому что те 99 качеств, которые мы определили, а 99 качеств – это 99 месяцев учебного года, учебных 11 лет средней школы. Каждый из этих качеств – смелость, честность, ответственность, трудолюбие, доброта, целомудрие и многие другие, когда оно активировано в человеке, начинает резонировать с накопленным итогом, с другими качествами и с качествами других людей. На уровне качеств, вот мы с вами, Ирина Константиновна, тождественны. Почему нам так с вами легко? Потому что на уровне качеств, будучи тождественным, какие-то количественные расхождения, что-то я не так сказал, или вы что-то не так сказали, а я опускаю. Это не имеет никакого значения. Потому что там в конечном итоге, да, на этом ассемблере все переводится на язык других разных понятий. Но на уровне качеств мы тождественны, мы полное множество. Сегодня проблема и трагедия разделения, распада вот этого социального организма в том, что это пустое множество на уровне качеств, потому что знание – это количество. Когда кто-то начинает рассказывать о количествах гендеров, о количествах, он же не рассказывает о качествах гендеров, а качества всего два. И когда мы рассказываем о том, какая должна быть личность, а какая – очень просто, человечная. А что такое человечность? А нужно посмотреть, что это за качество, рассмотреть его в развертке. И вот фильм дает образ, спектакль дает образ. Кстати говоря, мы сейчас уже спектакли, мюзиклы уже сейчас начинаются, музыкальные постановки. То есть все произведения искусства сегодня должны воспевать определенные высокие благородные человеческие качества. И у нас есть измерители. В свое время в «Лезвии бритвы» Ефремов сокрушался языком своего главного героя о том, что наука не ходит в искусство, потому что в ней нет предмета науки. Нет измерения. Наука там, где измерение. Все, что измеримо, достижимо. Все, что достижимо, измеримо. А сегодня наука уже может измерять. Причем мы можем измерять произведения искусства как инструментами гуманитарных наук, например, социальных, психологических и так далее. Мы можем. Вот исследование на нашем сайте об этом. Так инструментально. Потому что нейротехнологии сегодня, это к вопросу о цифре, кстати говоря, нейроинтерфейсы, нейротехнологии, которые позволяют считывать когнитивные характеристики воздействия произведения искусства, творчества, образов на человека, на его мозг, на те или иные реакции, а следовательно на те или иные проявления его эмоций и его чувств. Это уже очень точная и очень измеримая наука. И это завтрашний день. Вот о чем мы будем говорить, когда мы будем измерять. Выходит какой-нибудь фильм. Не просто 6 плюс на нем написано должно быть, а должно быть написано, какие качества личности воспевает этот фильм. Может быть, он воспевает лживость, адаптивность, скрытность, какие-то иные качества. Но я туда не пошлю своего ребенка, зачем мне это нужно. И даже несмотря на то, что Министерство культуры Российской Федерации финансирует эти фильмы. А вот если это воспевает честность, доброту, ответственность, чувство долга, любовь к родине, любовь к природе, конечно, я пошлю туда. И я сегодня могу это измерить. Я как коллективное, я имею в виду, множество, а не личность. Вот и все. Поэтому это ответ на ваш вопрос. Как мы будем выстраивать отношения в семье? Как мы будем выстраивать отношения между семьями и семей? Тогда, когда к 30-му году, по нашему замыслу, мы его реализуем. И те, кто в этом сомневаются, лучше не сомневайтесь, а поскорее включайтесь в эту работу. Может, проект всенародный. Мы сами, как Русское космическое общество, горячо поддержим, а реализует его народ. Народ. И на сегодняшний момент 46 фильмов, которые сняты, это полностью народная инициатива. Будет 99 театральной постановки, которая сейчас уже реализуется. Это исключительно инициатива тех осознанных и ответственных людей, которые поняли, что эта технология позволяет создать наше будущее. Вы, кстати говоря, к ним относитесь, и вы это знаете, потому что вы участвуете в фильмах, участвуете в проектах. И материально вы участвовали в создании замечательного фильма «Школьные ботаны». Всем рекомендую его посмотреть. Он актуализирует детское научно-техническое творчество, качество, целеустремленность воспевает. Ну и там много чего интересного в нем. Да, Юрий Владимирович Назаров у нас снимался в фильме «Чистодеи». Это тоже ваш вклад. Да, это ваш знакомый выдаст. Друг детства. Ну вот смотрите, то, что вы сейчас сказали, это очень интересный аспект того, что вот вы сказали, что этот проект – это управление средой. То есть не сеть уже управления, не сетение, а среда – это уже сеть сетей. И это горизонтальное управление. И вот именно в горизонтальном управлении вот эта сеть сетей, в это сильная сторона, ну я должна сказать, западной цивилизации, потому что у них все эти ордена, все эти закрытые системы, у них нет понятия власти, как у нас. У них есть понятие влияния. И когда в корпорациях я достаточно долго работала, я вот это вот почувствовала. А русская цивилизация, и это есть исследование, это не мои личные доводы, она больше вертикально, не горизонтально управляется. Почему про Россию говорят, что это страна одного лица или что вот самодержавная держава. Но я к чему хочу спросить. Вот из-за того, что у нас в русской цивилизации очень сильно начало идеального, то есть, ну это понятно, что небо, и коллективного. И вот сейчас вы разрабатываете, предлагаете и, так сказать, внедряете управление горизонтальными связями. А люди, они к этому русские, не привыкли. Они все живут по принципу, вот приедет барин, барин нас рассудит. И вот это как раз момент такой очень, мне кажется, ну фундаментальное изменение концепции, когда люди могут своим поведением, своей деятельностью, своими коммуникациями поменять вот управление средой. Но у них стереотипы, и это в принципе тоже одна из частей того, что у нас есть понятие идеального, у нас есть понятие правителей от слова право. И как это совместить с тем, что меняется сейчас вот на управление средой через уже цифровые, социальные и гуманитарные технологии? Все понятно. Смотрите, есть два способа жизни. Кстати, мне это вчера пришло в голову, я не где-нибудь читал. Сейчас первую я озвучу. Может быть, если вы словосочетание наберете в интернете, может быть, кто-то так уже говорил. Можно жить с царем во главе, а можно жить с царем в голове. Хорошая, да, фраза? Да. Вот смотрите, как интересно. Дело в том, что царь во главе – это ты начальник, я дурак. Но это, кстати, нормальная тема, потому что если я отец своей семьи, то я, естественно, нанесу ответственность за них всех. И, естественно, я больше понимаю в этой жизни, чем все они. Потому что я за каждого из тех, кто под моей рукой стоит, должен отвечать перед Богом. А если вы не несете ответственность? Вот понимаете, вот тут вот как раз и вопрос. Ну, дайте скажу. Я просто ставлю вопрос. Так вот, исторически. Вот есть три способа, на самом деле, управления. Есть иерархия, есть сети, есть среды. Для того, чтобы мне, как отцу отцов, условному мне, какому-то там, какому-то другому, который там вот… Кстати говоря, у нас у русских говорят так. У меня у молодца четыре отца и батюшка. Почему так говорят? Это как раз к вопросу об иерархии. Бог – отец, царь – отец, духовный отец. Значит, там, батюшка – это тот, кто меня родил. Да, и крестный отец еще я забыл. Так вот, почему так? Вот вертикаль. Потому что каждый следующий настоящий, он, в общем-то, стоит в одной вертикали, а на самом верху та высшая точка, относительно которой каждая ниже стоящая несет ответственность за меня перед ней. Так вот, это правильно. Но почему отец народов? Почему Сталин – отец народов? И в какой момент закончился Советский Союз? Когда, плюнув в прошлое, попали в будущее. Когда своего отца назвали тираном. У меня был отец, как у всех. Он был разным. Я его помню разным. Но всегда, где бы я ни был, я буду говорить о его добродетелях. Я не буду оправдывать его пороков. Я не идиот. Но я не буду никогда рубить сук, от которого я сам расту, как листок. И это нормально. Это и есть хроноцелостная, вот эта бидимензиальность, как мы говорим, пространственно-временная целостность. Так вот, но для того, чтобы этому отцу народов в свое время, коллективному, кстати говоря, понятно, что с ним была команда, короля играет свит и все и так далее, попытаться создать условия, в которых жизнь стали бы с царем в голове, а не с царем во главе, не хватило условий. Потому что ленинско-сталинский призыв, который за три пятилетки фактически создал невероятную державу, лег ко сьми 41-го по 45-й год. И попытки с 43-го года ввести там много чего, начиная от нового гимна, новых смыслов, погоны, все атрибутики там в армии, даже РПЦ была восстановлена и перезапущена в 43-м году, как попытка перезапустить формирование духовности. Потому что духовность может быть разной. Самый быстрый путь через религиозность. А, например, был ли духовным человеком вернадский? Столб духа. Столб. А Королев? Столб духа. И многих других можно там кого не перечислять. Но были ли они религиозными людьми? Нет. А были духовными людьми при этом. Но я к другому немножечко. А, кстати говоря, в чем функция человека? Осключать дух с материи. А как это сделать? Смотрите, у меня в руке сейчас телефон. Вот это костная материя. Костная. Она не живое вещество. Она лежала бы миллиарды лет и превратилась бы в пыль. И под действием второго начала термодинамики уравновесилась бы со всей Вселенной и умерла бы. И как это? Тепловая смерть Вселенной. А что произошло? А живое вещество, одухотворенное, вернее, окрыленное светом творческой мысли и разума, вдохнуло в нее жизнь. Вдохнуло, заметьте, в дух. Вдохнуло в него жизнь. И поставило на службу сохранению и развития жизни. Соэволюции. То есть самое, о котором мы говорим. То есть оно одухотворило костную материю. И эта костная материя стала частью геобиохимического процесса развития живого вещества на нашей планете и во Вселенной. Вот в чем функция и предназначение человека. Одухотворение, в том числе, костной материи. И сохранение развития жизни живой. И вот простая логика. И с этим достаточно трудно спорить. И я здесь вроде бы про бессмертную душу ничего не сказал. Я не ходил вообще по другому ведомству. У нас по другому ведомству душой занимаются в церкви. Но на уровне материи. Ведь Вернадский, в отличие от Леруа, был очень ограничен прокрустовым ложем материалистической теории. Именно поэтому он развил идею ноосферы до такой степени предметного конструктивизма. А уже последователи его, и Побейск, и Кузнецов и так далее, они вообще это выразили категорией целей, характером и достижением которых можно управлять. Измеримо управлять. И выстраивать системы жизнеобеспечения, общества, государства под эти цели. Так вот, это все такой длинный вопрос под то, что для того, чтобы царь поселился в голове, а это процесс как раз образования и воспитания, чтобы я как отец не был... А в чем функция отца, кстати говоря? Я отвечу очень просто. Спасти ребенка от самого себя. Не дать ему выйти за грани, за рамки тех возможностей, которые... Помните, да, вот это высказывание? Мужчина – это чудом там выживший мальчик. Вот мы говорим так. Образование или воспитание – это управляемый кризис всегда. То есть я как отец должен увидеть, где тот крайний горизонт опасности, за который нельзя зайти, и все. А в этом горизонте он должен развиваться сам. Вот эти табу и ограничения держать – вот это и есть функция отца. А дальше, конечно, надо выстраивать образование. Поэтому вот наша задача заниматься сегодня образованием и управлением... Управление, кибернетика третьего порядка, управление средами – это как раз-таки управление через самоуправление. А к этому надо прийти через управление от иерархии. А по поводу власти, вот то, что вы сказали, на самом деле, вы правы. Вы правы в той части. Но давайте определение все-таки дадим. Я дам определение власти с позиции русской научной школы и русского космического общества. Власть – это способность и возможность управлять энергией, временем жизни, живой системой. Сегодня власть тот, кто забирает внимание. Сегодня компьютерные игры, которые занимают миллиарды человека-часов. Миллиарды человека-часов. Вот у человека 87650 часов в год. 7650 часов. Если человек затрачивает... Больше нет, это космическое время. Космическое. У него встроено социальное. Социальное делится на необходимое и свободное. Необходимое – это то, которое надо затрачивать на просто компенсацию того, что разрушает космическую амортизацию, условно говоря. Сон, отдых и так далее, и так далее в том числе. А свободное время – это то время, которое мы должны пускать на развитие, на приращение полезной мощности с целью, то, что называется, интенсивного развития. Или расширенного воспроизводства, то, что в экономике называется. А когда человек направляет это свободное время на утилизацию, канализирует его в компьютерную игру, в бестолковые сериалы, в алкоголь, в наркотики. Почему человек пьет? Потому что он не может… Не потому что он хочет быть пьяным, потому что он не может быть трезвым. А почему не может быть трезвым? Потому что у него на уровне совести, а совесть – это голос богов внутри нас, у него рассинхрон, раскордаш, да? У него сущее его бытие с должным не соотносится, поэтому его разносят в пух и прах. Все же очень просто. Так вот, заканчиваю, отвечая на вопрос. Для того, чтобы перейти к царю в голове, нужно сначала, чтобы царь во голове жесткой рукой привел народы к счастью. Вот спасибо за ваш развивку. К счастью, самоуправлению и самоорганизации. Да, самоуправлению. Да, у нас недавно был режиссер из Санкт-Петербурга, многодетный отец. И мы с ним записали ролик, который назвали «Где грань между диктатурой и самодисциплиной?». Вот мне кажется, что вот эта вот грань между тем, что тебя кто-то должен заставить делать, вот социальный рейтинг – это управление тобою со стороны кого-то, кто имеет над тобой власть и хочет, чтобы ты что-то делал. Ну, наверняка есть там что-то хорошее для того, чтобы ты не пил и посещал старых родителей, например, как в Китае, но тем не менее это говорит о том, что человечество сейчас поставлено в предположение, что оно само собой самоорганизовываться и управлять разучилось. Но вот в связи с этим, возвращаясь к трем типам власти, о которых вы сказали, иерархия, сетевое управление и управление через среду, мягкая сила, то, что называется, и то, что наши не партнеры, а владели этим в совершенстве. Но здесь слово иерархия, у меня появилась альтернатива того, во что это превратилось сейчас. Это превратилось, с моей точки зрения, в субординацию, потому что власть ныне узурпировали практически во всех институтах те, которые раньше называли словом торговцы. И вот я вижу, они себя называют там коммерсанты, бизнесмены, это вот именно те, у кого купи-продай, прибыль и воронка продаж. Это прям больное у меня слово сочетание. Но что интересно, у них очень скептическое отношение к тем, кто состоит в каких-то военных структурах. То есть вот отношение к военным структурам у этих торговцев исключительно звучит отрицательным качеством. А я вижу, что на Западе эти качества, они, ну даже взять там любого писателя, которого мы знаем из английской классической литературы, практически все они были либо разведчиками, либо состояли в каких-то обществах. Вот эта духовная власть, светская власть, коммерческая власть, военная власть, вот мне кажется, что вот этот конгломерат того, что власть у нас в руках тех, которые купи-продай, и это самое главное, оно очень во многом дискредитирует и переворачивает то, что раньше хотелось назвать иерархией. А сейчас ты просто понимаешь, что это те, которые, ну можно сказать, купили себе должности и в общем-то даже и не скрывают это. Вот это, как в царю в голове, вот это все уложить. Да, ну я начну с главного. Для того, чтобы создать этот мир, Творцу, Вселенной, Богу, не понадобилось ни одного цента, рубля, иена и даже биткоина. Это первый тезис. Второй тезис. Жизнь развивается миллиарды лет. На нашей поверхности примерно где-то там с момента ее возникновения 4 миллиарда. Деньги придумали достаточно недавно. И скоро их не будет. Прибыли в природе нет. Прибыль, где кто-то у кого-то забрал, где-то убыло и где-то прибыло, закон сохранения энергии мы знаем, так вот в природе этого нет. В природе есть взаимопомощь как фактор эволюции, в природе есть эволюция, намогенез, как угодно это можно назвать. Только невежда может считать, что прибыль – это нормально. Только невежда. Так было исторически, что одним из инструментов управления были власти придержащих, были деньги. И вообще управление строится через базовый кит. Это невежество, а из него вытекает страх, нужда и страсть. Вот невежество порождает страх, нужду и страсть. Коммерсантам я бы сегодня очень рекомендовал очень серьезно задуматься и попытаться успеть капитализировать свои черепки цифровые, бумажные, электронные, в любой форме, в реальный продукт. А самым реальным продуктом является сегодня будущее. А будущее формируется через образование и воспитание детей в настоящем. Другого способа хоть как-то сохранить свои черепки и накопления нет. Тот процесс, который сегодня начался, причем он начался с двух сторон. С той стороны, с западной, с вражеской. Я имею в виду запад не как совокупность племен и народов враг, а той орденско-оккультно-религиозной его группе, которая поставила в край угла своей цели стратегию пределов роста, нулевой рост, золотой миллиард, как угодно это можно называть. Главное, что это жесткая иерархия, в которой определенная сегрегация, в определенное кастовое общество, где есть каста неприкасаемых. Кстати говоря, мы знаем в российской, ну и вообще в уголовной традиции, кто такие неприкасаемые. Вот эти люди тоже себя решили назвать неприкасаемыми и, соответственно, вот как-то отделиться от всех остальных людей на планете, сделав их серыми роботами. Этого не будет, потому что, ну, не для того создана эта эволюционная линия, не для того мы родились, вот, чтобы угаснуть и уступить место тому самому трансгуманистическому постчеловеку, которым грезят вот эти дегенераты. Дегенерация – это не обзывательство. Генерация – это развитие, generation. А дегенерация – это прекращение развития. Так вот, путь этих дегенератов – это прекращение развития. Бог этого не запрограммировал. Он не создал в жизни живое вещество с тем, чтобы оно прекратилось в результате невежества определенной кучки лиц по предварительному сговору. Поэтому сегодня, а это с одной стороны. С другой стороны, сегодня начался процесс перезапуска русской державности, русской государственности. Война, говорят, все спишет. Она спишет очень многое, но не все. Она не спишет право тех людей, которые сегодня проливают свою кровь на полях сражений, тех людей, которые претерпевают сегодня лишений тотальную гуманитарную катастрофу в зонах, по которым сейчас катком проходится война, на будущее и на справедливость, которую они обретают сегодня своим потом и кровью. И сегодня любой коммерс, ант, предприниматель, бизнесмен, не понимающий того генерального обстоятельства, что человек, пришедший с фронта, при этом осознавший, что сражается он за русские духовно-нравственные ценности, а у нас, кстати, принято сейчас на уровне государства, вообще приняты все нормативно-правовые основания, утверждать то, что у нас сегодня нет идеологии. Может, только тот, кто не умеет читать. А тот, кто умеет читать, читает стратегию национальной безопасности Российской Федерации, читает указ президента о защите духовно-нравственных ценностей, читает указ президента о стратегии гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, читает проект указа, который лежит на подписи у президента о развитии природоподобных конвергентных технологий, которые, кстати говоря, консерваторы очень не любят. А этот закон вводит понятие «ноосфера», этот закон для государства вводит, ведь государство, оно, ну, простите за выражение, оно в определенном смысле тупое, то есть оно видит букву закона, значит, это понятие есть в смысловом и семантическом поле правовых отношений государства. Нету понятия «ноосфера» в указе, в документе, значит, ее нет, а то, что вот выйти на улицу, посмотреть, как живое вещество развивается и так далее, нет, потому что есть два типа законов, и государство живет по законам права, которые общеприняты, но не общеприняты, а природа развивается по другим законам, законам науки или природы, или творца, которые общеприняты, но не общеприняты. Таким образом, и тоже, как бы, этот разговор, сегодня мой призыв к предпринимателям всех мастей активно искать возможность свои капиталы направлять в очень важное направление, формирование будущего, иначе, помните, как в «Золотой антилопе», все советские люди и дети его помнят, иначе все твое золото превратится в черепки. Спасибо, да, вот то, что вы сказали, вот это будущее наше, и то, что государство создает законы и только по законам живет, вот мы заметили в Канаде, когда здесь было то, о чем вы сказали, коронавесие, я также это тоже называю, то те дальнобойщики, которые вышли с защитой прав, они как раз столкнулись с ситуацией, когда государство нарушает собственные законы. И вот тут ты попадаешь вот в эту мышеловку, когда законы государства не только нарушаются, не только они не соответствуют ноосфере, но они еще и сами себя отрицают. И тогда человек становится, так сказать, вот искателем этой, правда искателем, как говорят. Да, можно я, вот прямо на этом моменте, знаете, когда вот у нас многие инициативы в русском космическом обществе, мы реализуем вне закона. И многие говорят, как вне закона? Вы что, вне закона? Да, мы вне закона. А знаете, где начинается закон человека? Ну, закон права. Там заканчиваются человеческие отношения. Там, где нет человеческих отношений, там есть законы права. Вот почему дальнобойщики Канады отстаивают свои права? Потому что они не исполняли свои человеческие обязанности. Вдумайтесь в этот тезис, в это утверждение, это не мнение. Скажите еще раз, я не ослышала еще раз. Дальнобойщики Канады отстаивают свои права, потому что они не исполняли свои человеческие обязанности. Не исполняли? Не исполняли, нет, не исполняли. Человеческие обязанности, не гражданские. Почему? Ну, потому что, смотрите, вот у меня есть гражданские обязанности, есть человеческие обязанности. Гражданская обязанность у меня быть законопослушным, по законам права человека. А человеческая обязанность быть законопослушным по законам Творца Бога природы. Вот сижу я дома, чай пью с семьей со своей, ко мне врывается грабительный насильник. По законам права человека, я обязан ему сказать, вы ворвались в мое жилище, я сейчас позвоню в полицию, не нужно расцвлять, насиловать мою жену и убивать моего ребенка. Вы нарушаете закон, право государства. Я буду законопослушным с точки зрения государства человека. А с точки зрения законов природы у меня есть обязанность. И эта обязанность меня требует незамедлительно его уничтожить быстрее, чем он это сделает в отношении моей семьи. И потом законы права государства будут меня карать. Но я останусь человеком. И вот в какой-то момент дальнобойщики Канады, и дальнобойщики России, и дальнобойщики Японии, и дальнобойщики Китая забыли, что они человек в первую очередь, а уже потом гражданин. И вот дело в том, что ноосфера – это вот как раз про человека. И про то, что законы права человека обязаны быть приведены в соответствии с законами ноосферы Творца природы. Вот на этом и стоим. Да, вы знаете, это очень интересно, потому что действительно права человека, они здесь настолько стали фетишем, который ребенок еще только говорить начинает, а он уже знает. А про обязанности того, что обязанность быть человеком, обязанность сохранять среду, обязанность, так сказать, не навреди – это вот главный этический принцип, который был забыт. И вот сейчас, когда мы говорим о Западе, я понимаю, мы говорим о том, что называется глубинная власть. Она не принадлежит никакой конкретной стране, национальности, языку, но она именно глубинная в смысле связанности и управления тем дискурсом инфернальным, который они навязываются через свои цифровые среды. А в русской цивилизации я как раз вижу наоборот, я вижу глубинный народ, который и обеспечивает вот это чувство правды и технологии, которым я, так сказать, неравнодушна. Сейчас это вот идет такое своего рода перетягивание каната. С одной стороны, это глубинная власть, которая пытается наложить, ну, всяческие разные ограничения, санкции, там, как угодно можно назвать, и на свой народ, и на все народы. И глубинный народ русской цивилизации, который еще созвучен космической вот этой ноосферной цивилизацией. И вот это то, что есть совесть, душа, это то, что вот у меня одноклассники в Сибири, они меня просто поражают, насколько они четко чувствуют. И в нашей среде одноклассников не все, но 80% точно отражают вот этот градус вот какого-то такой чистоты, которая не может быть замутнена никакими социальными технологиями. Так вот, метавселенная, в которую вкладываются деньги человека-часы, мегатонны зеленой резаной бумаги, и света-вселенная, которая, мне кажется, может быть представлена на платформе русского космического общества, и позволяет то, что мы называем цифровой матрешкой. Это когда идет конгруентность космических законов, которые обязательны, но не всеми примяты, законов социума и законов человека, который живет по совести, по призыву души, и при этом ищет со-ратников, со-трудников, со-садеев. Да, со-садеев. Но вот то, что вы сказали, это глобальная идентичность. Мне кажется, может быть, мы начнем с коллективной идентичности, потому что слово коллобальное, наверное, уже как-то сейчас немножко затерто. Хотя я совершенно понимаю. У нас есть понятие всемирная, давайте всемирная идентичность. Да, всемирная идентичность, и если она землянин, и если она построена в конгруентности космических, коллективных и человеческих качеств, и может быть соразмерена вот именно через ту световселенную, в которой мы предлагаем участвовать тем, которые ощущают вот эту совесть и зов души для того, чтобы найти работу по душе, построить общение по душе. И вот тогда получается, что мы создаем вот эту среду, в которой мы взаимодействуем уже по камертону, именно света Вселенной, а направленной к цели сохранения и развития жизни на Земле и в космосе. Точно. Кстати, учение всемир. Вот смотрите, у меня настольная книга. Это вот про всемир мы просто начали говорить. Это понятие, которое было выброшено из нашего смыслового поля, как и многие другие понятия, исключение, которым мы пользуемся. От Сухова-Кобылин очень рекомендую тем, кто тяготеет к таким глубинной мудрости, найти этот труд, учение всемир и поработать с ним, потому что оно было затерто. И, к счастью, группа философов-ученых в начале 90-х годов опубликовала эту брошюрку, в которой концентрат концентраты его учений. И там достаточно много ключей хороших, которые после эволюции, к сожалению, были утеряны. Поэтому, да, всемирная вот эта логика, всемирная идентичность. Всемирная идентичность землянин. Так мы и назовем нашу видео-встречу. И я вас благодарю за то, что вы нам рассказали ваши ощущения, впечатления и ваши прогнозы на то, что без сомнения у нас есть. Прогноз очень простой. Что сделаем, то и будет. Есть такое выражение «делай, что должно и будь, что будет». Мы с ним не согласны. Мы утверждаем, что делай, что должно и будет, что должно. Вот поэтому давайте делать, что должен. Я вас благодарю, Алексей Алексеевич, за эту приятную встречу. Я говорю о том, что у нас здесь, в Северной Америке, мы тоже изо всех сил стараемся поддерживать деятельность. Поэтому записываем видео, вот расшифровываем Вернадского, ноу-сферу. И это действительно столпы духа. Поэтому мы всегда понимаем, что дух – это с неба. И, конечно, есть религиозные институции. Но есть институции, которые не подвластны нашему пониманию. Но, тем не менее, они нам даны в ощущениях. Поэтому я сегодня ощутила от вас эту силу духа, эту веру. А я вас вижу большую, светлую душу. И вот в этом созвучии, в этой гармонии мы и победим. Друзья, спасибо вам большое. Да, извините, что немножко, может быть, это перегрузил. Но мы так вот живем, нерв на разрыве. Вот поэтому как-то так. Так и победим. Благодарю. Я буду тепло-хладным сегодня в наши времена.